Алексей, как ты считаешь, есть смысл подождать большего количества участников, чтобы твои вводные слова, такие ценные из твоего опыта, не пропали? Я думаю, что имеет смысл начинать, потому что времени выше 15 минут. Я проведу вебинар для того количества участников, которые сейчас в онлайне подключили. К сожалению, по техническим проблемам мы поздно сделали рассылку, поэтому не все успели зайти. Вероятно, кто тогда зайдет, кто видит в почте письмо. Оно мне тоже только недавно пришло. Поэтому опоздавшие смогут посмотреть записи. Давайте приступать. Согласен. Время – деньги, как говорят, и в наше время говорили раньше. И я представляю вам Алексея Волкова, генерального директора агентства рационального маркетинга Digital Tools. Алексей больше 20 лет в интернет-маркетинге, спикер многих именитых конференций, таких как Beltic Digital Days, Cyber Marketing, автор статей и комментариев в Коммерсанте, ведомостях, известиях CMS Magazine. Себя он называет, не знаю в шутку или всерьез, пастором секты личной эффективности, отец трех дочек и гуру интернет-маркетинга. Алексей, вам слово. Спасибо. Ну, давайте пойдем, расскажу вам про репутацию по порядку. Ну, вообще, репутация называется чаще всего аббревиатурой SERM. SERM – это сокращение от Search Engine Reputation Management, то есть управление репутацией в поисковых машинах. Какая логика в цели и что представляет из себя этот инструмент? Задача SERM – обеспечить так, чтобы по вашим брендовым запросам вы были представлены поисковиками. Хорошо, хорошо, что из себя представляете? Во-первых, вы вообще должны иметь какой-то контент, потому что существуют сайты, компании, которые не беспокоятся о своем представлении в интернете, и набивая название компании, можно встретить все, что угодно. Ситуации бывают разные. Бывает так, что одноименные какие-то компании попадаются, например, компания с названием типа «Универсальная логистика» либо «Контакт-медиа», скорее всего, может столкнуться с большим количеством одноименных компаний, которые тоже делают бизнес под этим же брендом. Кто из них будет в поисковике представлен лучше, зависит в первую очередь от того, кто как бы прикладывает к этому какие-то усилия. Если вы прикладываете усилия, у вас тоже будет все хорошо. Второй момент, который очень важен в поисковике – это чтобы публикации были положительные. По большому счету формула достаточно простая – меньше негатива, больше позитива. Ну и дополнительный хвостик – это по запросу ваш бренд прислодзывает, ваша компания, ваш интернет-магазин прислодзывает. В интернете должен найти обязательно положительные публикации, а не какой-то бред или негатив. Под брендовыми запросами можно воспринимать как название компании, так название адмена, так, возможно, некоторых ключевых лиц. Например, в нашей компании есть достаточно большое количество кейсов и брендов, когда в компании обращались клиенты для защиты репутации. Именно топ-менеджера первого лица компании, у которого были проблемы с негативом в интернете, его поливали там грязью, ругали, ходили какие-то еще аспекты. И топ-менеджер не хотел, чтобы это было негатив в интернете. Мы его нивелировали и делали, чтобы все было хорошо. Как вы видите поисковики сайты, которыми работают? Вот хороший пример компании, которые выделяют достаточно большое внимание тому, как она будет расправлена в поисковике. Так как тут много всякого разного информационного хлама, все топ-10 сайтов сюда не поместится, но вы можете быть уверены, что по запросу МТС в выдаче топ-10 практически все 10 сайтов, они актуальны и содержат в себе хорошую, качественную, меняемую информацию о компании, которую, если изучать человек захочет внимательно, то найдет только что-то положительное, представляющее компанию в самом прекрасном свете. Но не у всех так. Вот другой, например, вариант кейса. Компания Промомет. По бренду своему запросу корпоративный сайт находится только на третьем месте. На первом-втором месте находится сайт HitHunter. Да, Василий, я и организаторы приносим вам извинения. К сожалению, у нас произошли технические накладки, рассылка произошла в последний момент. Я думаю, что все это будет учтено, и в будущем таких накладок не произойдет. В общем, тот скриншот, который мы сейчас видим на экране презентации, я бы назвал бы не самым удачным представлением о компании, потому что первым запросом, конечно, бы хотелось бы видеть все-таки корпоративный сайт, а не какие-либо левые сайтики, хоть и содержащие информацию о компании. Особенно учитывайте тот момент, что контент на чужих сайтах не подчиняется вам. Может сложиться такая ситуация, что весь контент в интернете содержит только критику. Это часто встречающаяся ситуация, потому что, в общем-то, если пользователи обслужили хорошо и все идет своим путем, то он не побежит писать, как правило, ничего положительного в интернете. А вот если его обидели, то ему обязательно захочется выпустить пар, и свой негатив он куда-то выпустит, либо в социальные сети к самому себе, либо на какие-то сайтики. И это будет все храниться в интернете, и если вы не позаботьтесь, не зачистите, то будет работать против вашей репутации, приносить вам ущерб. Вот еще один пример компании BioOptima. Она тоже не занимается, по большому счету, репутацией в своей точке зрения поисковых машин, потому что в стоп-10 в основном содержатся всякие разные сайты с каким-то косвенным упоминанием клиники, но даже такое представление значительно лучше, чем вообще не средники. Правда, тут мощным преимуществом является карточка справа. Это система, интегрированная с картами, так называемый Google Local Business, который позволяет представить вам ваш бренд максимально ярко и интересно в самом лучшем свете. Это достаточно сложный модуль, и я о нем на следующем слайде проговорю чуть более подробно. Что бывает еще, например? Вот интереснейший такой момент. Это запрос в Яндексе «Перекресток зарегистрировать карту». Речь идет о регистрации клубной карты сетей в супермаркете «Перекресток». Это интереснейший запрос. Дело в том, что официальный сайт, как вы видите, только один. «Май.перекресток.ру». Все остальное – это всякие разные фальшивые сайты, которые пытаются отобрать себе трафик и переключить его на себя. В общем-то, весь топ-10 поисковика забит неофициальными сайтами, которые могут вводить пользователя в заблуждение. Некоторые из них пытаются зарабатывать на рекламе, но в некоторых случаях люди могут пытаться перехватить ваших клиентов, забрать ваши лендинги и вообще нанести какой-либо вам финансовый ущерб. Часто встречается такая ситуация в недвижимости, когда в недвижимости компания выпускает красивый лендинг, неоритированный на поисковые оптимисты и получает позиции значительно хуже, чем какие-то либо специализированные, созданные оптимизаторами сайтики в лендинге для сбора лидов. Сеошник, когда делает специальные оптимизированные сайты, у него есть возможность обогнать даже иногда официальные сайты. Что происходит с такими лидами, которые приходят на неофициальные странички? Самый частый вариант им предлагает просто пить жилую квартиру или дом из другого жилого комплекса или другого коттеджного поселка. Риелтор, который попал в заявку, по большому счету не заинтересован в том, чтобы отдавать лид именно, продать именно контракт дома, а получить просто свою комиссию с покупателями. Получив клиента, ему можно подсунуть что-либо другое. Поэтому следить за тем, какие сайты находятся в выдаче, очень важно. Что нужно продвигать в топ? Ну, чтобы сказать, что у вас все хорошо и вы занимаетесь рекоменцией. Ну, во-первых, нужно следить о качественном представлении своего основного сайта. Нужно быть представленным максимально широко. В поисковой выдаче существует проширенность неподвижения брендового запроса по брендовым названиям, для витальных ответов на брендовые запросы. Как правило, это представляет из себя дополнительных 8 ссылок в Яндексе Кугле. В некоторых случаях, как бы у нас в предыдущих слайдах на скриншоте МТС, это еще и внутренний поиск внутри по сайту для поиска дополнительной информации. Следите, пожалуйста, за тем, что там отображается. Робот поисковой машины в автоматическом режиме пытается определить, какие разделы наиболее релевантны запросам, чтобы их отображать. Вы же можете этим вопросом поправлять, зарегистрировав панели Яндекса Вебмастера и Google Вебмастера, отправлять структуры и выбирать, какие разделы не показывать. Тут интересный момент, то есть нельзя добавить тот раздел, который вы хотите, но можно попросить не показывать тот раздел, который вы не хотите отображать в быстрых ссылках. То есть работает только на исключение. Второй момент, нужно быть зарегистрированным на Яндекс.Картах и Google Global Business, если вы представляете какие-либо офлайновые бизнесы, которые прямо в офлайне дают возможность физически в офлайне где-то представлять свой бизнес, розничные точки, офисы и так далее. Но почему это важно? На сегодняшний момент в поисковиках все больше и больше отображается департаментная информация, все чаще появляется и карта, и картинки, и видеоролики и так далее и тому подобное. Поэтому важно, чтобы вы занимали побольше места. Чем достойнее вы будете представлены в выдаче, тем лучше. Вы с помощью Яндекс.Карты и Google Global Business можете вынесить дополнительную информацию, например, расписание работы, принимаете и не принимаете ли карты, ссылки на дополнительные сайты, на социальные сети, время работы, описание каких-либо услуг, дополнительные фотографии и так далее и тому подобное. Обязательно пользуйтесь регистрацией на Яндекс.Картах и в Google Local Business. Причем важный и интересный момент – регистрация в Яндекс.Картах осуществляется через сервис справ.yandex.ru, то есть справочек Яндекса, там вы можете зарегистрировать свою компанию. Можно будет после этого подтвердить то, что является реально официальным представителем, полномоченным представителем этого бизнеса. В Google Local Business это осуществляется через отправку вам письма, бумажного письма с кодом, который нужно будет потом ввести в Яндекс.Картах. И чаще всего это не требует подтверждений, если данные из внешних источников подтверждены как актуальные, но могут совершить подтверждение телефоном и звонком, чтобы предоставить, что он действительно находится в компании. Дальше старайтесь вывести в топ материалы от своей компании, те, которые существуют в интернете, не на вашем сайте. Если пишут о вас, пишут положительные публикации, пишут отзывы о вас, есть интервью с представителями вашими компаниями, какие-то пресс-релизы были опубликованы, партнеры публиковали, что работали вместе с вами, постарайтесь обеспечить присутствие их в топе. Это более выгодно и более ярко представит вас в выдаче. Ну и, конечно же, социальные сети тоже дополняют топ. То есть по большому счету добиться того, чтобы топ состоял из десяти нормальных положительных публикаций, привлекающих вам внимание публикаций, не так уж и сложно, если вы занимаетесь этими назначениями. Хуже ситуация, если вы ситуацию забросили, пустили на самотек, у вас уже образовалось большое количество негативных публикаций, вам их нужно вытеснять. О методах конкретных, как бороться с негативом мы еще отдельно поговорим, но если в целом говорить, как общая методология, то общий принцип такой. Вытесняем мы методом создания новых специальных публикаций, оптимизированных для поисковой оптимизации максимально, такое масло-массовое, оптимизированное для оптимизации. И стараемся продвинуть их повыше. Вернусь к клубу Local Business. Очень интересное представление для качественного представления по брендовому запросу. Это продолжение того сприншота, который был раньше, я его представил вниз. Видите, с правой стороны отображается информация о том, сколько отзывов найдено о компании, отображаются отзывы, которые оставляют люди на внешних сайтах, в данном случае вверху есть оценка 2,5 из 5 отзывов, это отзывик.ру. Отображаются ссылки на отзывы, которые оставляют на картах Google, это тоже важный вопрос. Позволяет достаточно быстро и легко вам управлять, то есть не надо бегать на ряды различных внешних порталов и следить за большим количеством порталов. Но следить все равно придется, потому что если у вас бизнес так или иначе связан с обслуживанием розничного клиента, то есть большая вероятность того, что недовольные клиенты будут оставлять какие-либо негативные отзывы. Их надо вытеснять и будет позитивно. Вот другой вариант по запросу редуксинов за вики. Важно отслеживать, какие варианты, какие сайты находятся в выдаче. Фактически вот редуксин – это лекарственный препарат, хороший лекарственный препарат, который, к сожалению, очень часто женщины используют методом самолечения. Сами себе выписывают рецепт, потом уговаривают продать им рецепт и лекарственный препарат в аптеке, после этого встречаются с побочками, пишут негатив, потому что там все не понравилось. Благодаря многолетней работе над репутацией, удалось добиться того, чтобы в поисковиках по брендовому вопросу редуксиновые отзывы, большая часть публикаций была все-таки содержала в себе положительный отзыв. Но врагом все равно будут являться отзывики. Врагом, если вы не следите за поисковой репутацией, но также не могут стать другом. Сам простой вариант сделать отзывики не врагом, а другом – это заранее следить за тем, что происходит на этих сайтах-отзывиках и озаботься о том, что будут о них опубликованы. То есть не дождайтесь, когда появится первый негатив, а сразу же заранее оставляйте какие-либо положительные отзывы. Как оставлять отзывы? Ну, самый часто встречающийся вариант – это когда идут на какую-нибудь биржу, типа А2Г.РУ, и заказывают написание отзыва. Я рекомендую разбивать это на два действия. Отдельно заказать текст отзыва у копирайтера на бирже и отдельно заказать размещение этого отзыва в онлайн. Тогда это будет работать более эффективно. Почему именно так? Потому что вам нужно работать с вашей логиной и паролем, чтобы иметь возможность отключиться, удалить такой отзыв, отредактировать его, если это будет необходимо. Желательно, чтобы IP-адрес совпадал с вашей географией бизнеса, чтобы вы выходили в интернет из того же региона, что и бизнес, про который вы говорите. Второй вариант отзывиков, который вам будет мешаться – это отзывы о работе. То есть тоже портит репутацию в тех случаях, когда у вас большая текучка, много людей, особенно если это крупные компании. Нужно следить за ситуацией по всем отзывикам, которые существуют только в этом самом большом интернете. Это не работные отзывики. Это отзывики, где оставляют отзывы о качестве товаров и услуг. Скачать потом презентацию, она вам пригодится, в качестве справочника, на каких порталах можно размещать свои отзывы. Фактически заранее возьмите задачку, написать по несколько отзывов на каждом из этих порталов, для того чтобы обеспечить наличие этих отзывов в интернете. Они уже сами по себе потихоньку начнут выходить в топ, если вы только-только начинаете этим заниматься. Как вообще продвигать положительную публикацию и добиваться о том, чтобы был выход в топ? Первый момент. Яндекс очень хорошо работает, реагирует на фразу «Официальный сайт написанной в футболе». Реагирует он и по прямому анализу текста на эту фразу, кроме того, на нее хорошо реагируют пользователи, если фраза «Официальный сайт» попадает в сниппет, в подсказку поисковой выдаче. Больше осуществляйте переходов, лучше поведенческие факторы, более лучше, более жестко ваш сайт будет вбит в топ. Второй момент – это внутренняя оптимизация публикации, которую вы хотите продвигать. Если вы размещаете их на внешних порталах, позаботитесь о том, чтобы публикация была SEO-оптимизирована, то есть вхождение вашего ключа, бренда, названия домена должно быть в тайтле, в заголовке, в первом абзаце вашего текста. Кроме того, вы можете использовать внешнее ссылочное продвижение, причем использовать совершенно спокойно, тут такой этический момент, но мы в случае внешнего сайта можем не беспокоиться за попадание его под фильтры, потому что это не наш сайт. Мы можем закупать ссылки на простых биржах, даже биржи временных ссылок по сейпу для этого подойдут для того, чтобы по брендам запроса продвинуть публикацию. Потом следующим блоком защиты репутации увеличения публикации является постоянно постоянный отзыв. То есть берем либо предыдущий слайд, где отзывики перечислены, либо если у вас проблемы с работой, то берем, составляем аналогичный сайт, где оставляют отзывы о работах, о вакансии, и по ним постоянно пишем. Желательно поставить это себе за регулярную основу, чтобы как минимум у вас раз в месяц появлялась публикация свежая. Но это, конечно, зависит от специфики вашего бизнеса и его масштаба. Если бизнес маленький и публикаций негативных появляется не очень там много, то, может быть, раз в месяц даже не нужно. Но не забрасывайте, иногда поглядывайте, посмотрите, что же там реально теперь происходит. Ну и обеспечите публикацию себе. В методах существует много разных, всяких пиарных. Публикуйте информацию на различных порталах, пресс-релизы, работайте с партнерами, давайте интервью и так далее и тому подобное. Теперь давайте перейдем к конкретным методам, кейсам, вернее говоря, даже, как мы в один раз проходили. О, опять это. И немножечко я забыл о том, что я хотел рассказать. Значит, как технически следить вообще о том, хорошо ли и плохо у вас все в интернете. Вот я вам представляю бесплатный инструмент, сделанный нашей компанией. Это внутри нашего большого комбайнера SEO Digital Tools. Инструментарий, который позволяет вам выгрузить поисковую выдачу топ-30 в Яндексе и Гугле по нескольким запросам сразу одновременно. Ее можно выгрузить. На экране смотреть может быть не очень удобно, самый удобный вариант выгрузка данной выдачи в Excel-файл для того, чтобы анализировать после этого файлики. Кидаю ссылку в чат по просьбе Сергея. Ну вот, значит, бесплатный инструмент, которым вы можете пользоваться, как с ним методически потом работать? Значит, берем выгрузку и проставляем на ней статусы публикация нейтральная, отрицательная и положительная. Мы не используем термин негативная, а используем из него отрицательная, чтобы они начинались на разные буквы, потому что у нас есть нейтральная и отрицательная. Почему разные буквы нужны? Потому что потом удобно в Excel быстро будет проставлять статус по одной кнопочке. Нажимаете О, и Excel будет сразу же в качестве подсказки отрицательная подставлять. Нажимаете N, будет подставлять нейтральная. Сэкономите путь времени. Мониторим публикации, смотрим за месяц, как изменилась динамика, какие сайты пришли в топ, какие ушли. Важно отслеживать, конечно же, новую публикацию, потому что может выйти в топ какая-нибудь гадость, которая вам не понравится, и ее можно удалять и его выяснять. Почему топ-30? Потому что поисковая оптимизация не один раз и навсегда. Состояние топа меняется из месяца в месяц. Может быть совершенно разное состояние поисковой выдачи. Поэтому то, что было вчера на 20 позиции, может оказаться на 3 и так далее и тому подобное. Поэтому имеет смысл мониторить по 30 позициям как минимум. То, что глубже, там уже мало критично. Теперь давайте расскажем, как мы балуемся. Я не буду признавать, что это мы делали мы, поэтому мы будем играть в игру, что я рассказывал вам о том, что это делали какие-то другие ребята. Одним из таких негативных кейсов у нас, вернее, сложных кейсов, была ситуация, когда к нам пришел клиент с криком и истериками о том, что по его брендам запросов в гугле находится очень негативный ролик. Подкупленный блогер расписывал медленно, долго и подробно весь негатив, который только можно было придумать про его продукты. Ролик был такой негативный, рожевающий, очень сильно убивающий репутацию, потому что был как бы детализирован, аргументирован, и ему не было оснований не доверять. Клиент хотел, чтобы мы удалили ролик моментально, он находился в топе гугла по брендам запросов и в топе ютуба находился по этому запросу. Собственно говоря, ютуб как таковой канал уже сам по себе отдельно, сильно, существенно, значим для репутации. Очень важно следить за тем, что находится на каналах ютуба, для того, чтобы не добиться не упустить ситуацию и не добиться того, чтобы все было в негативе. Поэтому за ютубом отдельно тоже имеется отслеживать. Опять-таки, все у Digital Tools есть отдельный инструментарий для парсинга роликов. По запросам можете еще и парсить там ролики на ютубе отдельно. Так вот, в общем, что мы пытались сделать? Мы попытались удалить этот ролик, у нас это очень долгое время не получалось. Мы технически жаловались, накручивали дизлайки, пытались вытеснить его другими роликами, и у нас ничего не вышло. Мы начали выходить на контакт и писать блогеру с просьбой выйти на связь и договориться. На некоторые отзывы он не откликался, но в итоге нам удалось выйти на связь и договориться о том, чтобы... А что у вас пишет эта ссылка, когда вы на нее переходите? Окей, раз работает, то работает, но в любом случае я не буду сейчас больше на это отвлекаться, чтобы не переживать вебинар, а после вебинара отдельно проверю, если что-то не работает. Хорошо, спасибо, что работаю. В общем, мы договорились с блогером и договорились о том, чтобы этот ролик был удален за деньги. Какой сценарий у нас сработал из всех вариантов, которые мы пробовали? Вариант слезный. Мы написали сообщение от имени девочки, которая ныла и представляла, что типа и она работает в агенции, которая отвечает за репутацию Дэнда и на нее дает руководство, если блогер не пойдет на встречу, ее уволят. Поэтому сценарий все прошло, мы договорились о том, что блогер временно скрывает ролик, чтобы он стал невидим в листинге и когда получает оплату, удаляет ролик полностью и без поворот. Другой вариант. Не удалось договориться с, кстати, от того же самого клиента на другой ролик. Значит, ролики были вообще, в общем-то, везде. Они вылезли в стопки и Google, и Яндекса, и Ютуба. Причем, это была такая негативная публикация, которую конкуренты сами по себе признавали о том, что это они заказали эту волну черного негатива. Это были телевизионные передачи с НТВ, прямые эфиры, нарезанные там, вырезанные оттуда какие-то кусочки в результате монтажа, так что максимально негативно представить продукт нашего клиента. Мы пробовали зайти и так, и эдак, и с одной стороны, и с другой, ничего не срабатывало. Что мы смогли сделать? Мы вышли через рекламный отдел маркетинга на рекламистах телеканалом, потому что клиент рекламировался на телеке, и на этапе обсуждения рекламной кампании попросили подключить юристы в телевизионные компании. Юристы в телевизионные компании написали претензии в YouTube с точки зрения того, что используется несанкционированно их авторский контент, и претензия это не предполагает, авторские права нарушены, законодательства нарушены. Ролик был удален в результате жалобы юристов. Дальше еще один интересный способ. Был ролик с негативом, размещенный на очень старом заброшенном канале. Прямо канал такой, на котором уже лет 4 или 5 не было на тот период трения и обновления. Мы писали, и никто нам не отвечал. Мы думали, что, скорее всего, канал заброшен уже не выходило. Что мы сделали? Мы нашли как бы посмотрели ролик, нашли указание, табличку с названием улицы и дома, где было снято ролик. Мы предположили, что этот ролик был снят недалеко от этого дома и зашли на биржу и договорились о том, что на бирже еду о том, что наши фрилансеры, исполнители сбегают и развесят удивление по микрорайону. Удивление было с предложением выйти на связь владельцу ролика для того, чтобы получить вознаграждение. Нашелся человек, договорились с ним, ролик удалили. Да, жалею, у меня все стабильно, картинка отображается, но, по крайней мере, видео будет доступно еще в записи, я надеюсь, что вы сможете там посмотреть. Значит, теперь дальше еще как бы борьба с роликами. Порнография и низкокачественные сайты, это, в общем-то, плохо, и YouTube тоже так считает. И мы тоже так считаем, что порнография это очень плохо. Каким методом можно уничтожить ролик на YouTube? Размещение ролика на порнографических сайтах, в комментариях и накручивание резкого количества просмотров каких-то каких-то левых айпишников, не совпадающие по географии с роликом размещения, например, с китайских или индийских айпишников приводит к тому, что антиспамовские алгоритмы YouTube срабатывают, на канал накладывается сначала страйк, страйк это предупреждение, если ролик получит три страйка, то тогда это может привести к блокировке всего канала. Как правило, владельцы ролика после того, когда его таким образом накрутили просмотры через посевы на стрёмных индийских биржах и накрутках на них просмотров индийских айпишников, после этого не пытается повторно зайти и повторно разместить положительные публикации. Расскажу вам ещё один момент про видеоролики, которые презентации не представлены, но он тоже полезен. Я сейчас рассказал об удалении негатива, но очень важный момент ещё заполнение информационного поля на ютубе положительными роликами. Как можно сделать так, чтобы роликов в интернете появилось у вас больше положительных? Безусловно, вы можете снимать какие-то видеоролики на своём канале и потихоньку расти ими, но это долго, сложно, трудозапратно, как бы одна история. Я вам дам другой совет. Можно проводить конкурсы, механикой конкурса будет съёмка какого-нибудь ролика, например, рассказать стишок, скороговорку, рассказать о том, как любят ваш продукт и так далее и заполучить за это приз. Обязательным условием должно быть то, что в названии ролика должен участвовать тот самый бренд, о котором вы заботитесь. Раз, во-вторых, ролик должен быть выложен на отдельный канал участника, то есть не вам присылать по электронной посте этот ролик, а выложить на свой собственный канал. Вы собираете, делаете копию этого ролика, на всякий случай, на светлое будущее, по умолчанию он должен быть на ролике этого человека, на канале этого человека для того, чтобы этот самый человек, вернее, для того, чтобы ролики были размещены на самых различных каналах, и это будет лучше для монополизации поисков выдачи вашими положительными роликами. Алексей, да, видеозапись вебинара будет, ее будет присылать. Значит, еще интересный момент, это существуют специальные софтины для клонирования по низкочастотным запросам видеороликов и заливки их, комбайнеры так называемые. Их тоже можно использовать для того, чтобы растиражировать большое количество всяких разных нейтральных роликов, попытаться каким образом вытеснить негатив, который может присутствовать в YouTube. Переходим к законам и суда. Ну, в России есть отличнейший закон в обвинении. Он подходит для физических лиц, не подходит для юридических лиц. То есть, нельзя с помощью этого закона зачистить выдачу о брендах, но можно зачистить выдачу по именам, фамилиям, отчествам каких-либо клиентов. Работает во всех поисковиках, потому что все поисковики, работающие в России, должны подчиняться российскому законодательству. То есть, даже включая такие экзотические, как Mail и Bing, они тоже должны этому закону следовать. Не все следуют, не все просто. Яндекса плохая, например, статистика, но вы можете подать требования как либо представитель заявителя, либо как собственно заявитель о том, что вы считаете информацию устаревшей не должной для распространения и просите ее удалить из поисковой выдачи. То есть, не удалить с сайта, а удалить именно из поисковой выдачи. Что мы имеем на правду? Во-первых, вам пригодится эта презентация с прямыми ссылками на удаление, потому что найти ссылки на удаление будет достаточно сложно. Мы их долгое время сами собирали и сказали, пригодится для экономии времени. На каждый поисковик я здесь указал ссылку, кроме Рамблера, потому что у Рамблера нету своего собственного поискового движка, он пользуется движком Яндекса, то есть, Рамблер удалится через Яндекс. Какая же есть статистика реального использования? Я не смогу скопировать презентацию, Сергей, у меня режим не позволяет копировать документы, но я после своего доклада вернусь в режим правок и тогда скину ссылки на законы отдельно в чате, тогда уже передам время ведущему и докладчику. Значит, о Яндексе. С Яндексом какая проблема? Яндексу прямо не хочет удалять. Вот официальная документация, что из всех обработанных обращений они только 27% обработали, то есть, получается, что четверть запросов они удовлетворили, три четверти не отказали. При этом есть обратная ситуация, вот, например, по этой ссылке Рубой Трист идет описание того, что один из депутатов заявил, что желает всем блокадникам пережить блокаду еще раз, факт, который был удостоверен, факт, который присутствовал и в итоге адвокатам этого депутата, конечно же, удалось удалить эту информацию в Яндексе. Ну, просто скажешь, депутатам будет, наверное, очень хорошо и выгодно. Вот. Ну и для тех, кому это более-менее по душе и интересно, я вам дам ссылки тогда еще на отчеты поисковиков о выполнении этого закона про заявление. Google достаточно часто и хорошо удаляет. и появился новый закон. Ну, я о нем сейчас расскажу, хотя я вам определенный отдельный слайд. Значит, согласно новому закону, принятому Российской Федерации, теперь можно оперативно удалять информацию с сайтов, которые портят репутации, не только с поисковика но и с своих сайтов, иначе сайт будет подлежать блокировке. Как подробно и конкретно будет работа этот механизм еще непонятно, потому что это свежая информация, но и не все равно когда ее воспользуется. Давайте теперь расскажу вам про вот этот хитрый офферн. Значит, есть возможность удалить информацию из-за поисковой выдачи в решении суда. Она есть, конечно же, есть во всех поисковых машинах в Яндексе и в ГУД. Значит, классическая система, как вы знаете, суда, это когда есть пистец и отвечает, то есть кто-то подает иск к кому-то. Но существует особая металлогия проведения исков, так называемые иски к никому или особое производство, когда речь идет не о как бы предъявлении к кому-либо признании претензий, а о предъявлении требования к суду признания юридически значимого факта. Вот один из таких как бы дел, вам все равно понадобится презентация, потому что там есть много полезных ссылок. Несмотря на то, что ссылки на удаление скину, мы все подряд наверное тщательно не перенаскидывали, чтобы потом презентацию в рассылке на всем позарегистированном пределах. Значит, что сделал суд? Суд установил, что спорная информация о утверждении о фактах, поскольку тоже на в документальной форме, не содержит оценочных суждений, после его прочтения слабится определенное мнение, не являющее выражением субъективного взгляда и может быть уверенно на предмет соответствия действия. Что стоит за этими фразами? Есть как бы субъективная точка зрения, когда говорите, что по моему мнению компания МТС плохая. Вот это вот ваше субъективное мнение у вас никто не может отобрать и заставить вас поменять свою точку зрения. Законы это не позволяют. Другая ситуация. Если вы пишите, что Сергей Иванович Петров гей, то это может выглядеть как констатация факта, что он гей, и нарушать репутацию этого Сергея Ивановича. С помощью таких вот исков можно получить решение признания суда о юридическом значимом факте, о том, что информация, вставленная в интернете, представляет несубъективные оценочные мнения о утверждении, что это факт, наносит репутацию ущерб. После этого удалить информацию значительно проще становится. Почему этот иск лучше, чем иск к владельцу сайта? Тут приколов несколько. Первый момент, что по закону информация о том, кто является регистратором одновременно недоступна. Вам нужно через адвоката получать адвокатский запрос, сложная долгая процедура, не факт, что у вас получится быстро и качественно вы потом можете человека спугнуть, он может прийти в суд, отставить свою точку зрения, защитить ее, прийти к мировому соглашению и так далее. Вам этого всего не нужно, лучше всего просто получить решение суда на руки о том, что признана информация на эти порочащую репутацию и все, больше ничего. Это достаточно для того, чтобы уже удалить. Ну и следующий закон, это закон защиты торгового знака. Ваш торговый знак никто не имеет права использовать без вашего разрешения, причем по закону вы можете защитить не только картинку и написание бренда, но и упоминание в доменном имени и в реле вашего торгового знака. Самое интересное состоит в том, что у нас деятельность хостинга она законодательно регулируемая, лицензируемая, и все хостеры в общем-то боятся лицензии, и поэтому хорошо реагируют на решения судов по защите торговых знаков. Практика достаточно большая и часто встречающаяся, поэтому уже нормально проходит. Теперь как вытеснять негатив с помощью обычных сайтов. Это, наверное, была самая простая процедура, потому что технически это значительно проще, чем суды и юристы. Первый момент инструментарий это блоги. Желательно, чтобы публикация была на каком-то коллективном блоге, существует платформа, которая позволяет вам вести блоги, публиковать свои материалы, создаем публикацию, ведем блог, делайте рерайт ваших публикаций с основного сайта, с основного блога, пресс-близов, который адаптирует заголовок так, чтобы он был оптимизирован под выход в топ по нужному вам запросу. То есть начинался с названием бренда и после этого не достигнут увеличения объема продаж за год, а компания такая-то достигла увеличения объема продаж, то есть вначале всегда идет брендовый вопрос. После этого, когда публикация будет опубликована, смотрим, что с ней будет происходить. Если она нормально выйдет сама по себе в топ-10, то можно ничего не делать. Если она не выходит в топ-10, то можно с помощью внешнего сучности статейники за деньги. Значит, это про удаление. Существует большое количество всяких разных сайтов, которые перекопируют материалы с одного сайта на другой. Если у вас вылетел негатив какой-либо большой прессе, то есть, например, у вас написали ведомости Коммерсант, Forbes и так далее и подобное, то, скорее всего, такая публикация из тяжелого СМИ будет расстержена еще и в других сайте. Там значительно проще все. Ваша задача выйти на контакт, желательно в первом письме не писать о том, что вы просите за деньги ударить публикацию какую-либо негативную, потому что не все захотят с этим возиться. Желательно просто писать о том, что у вас есть вопросы по поводу коммерческого сотрудничества, размещения рекламы и так далее и подобное. Получайте контакт, отвлекается человек, отвечает вам, после этого уже проговариваетесь. По стоимости чаще всего это соизмеримо с стоимостью размещения вечной ссылки, то есть фактически компенсируете человеку потенциальные убытки от того, чтобы он не продал ссылку. Но таких вот SEO-шных сайтиков в интернете существует много, и если публикация вышла в топовом СМИ, то, как правило, там несколько десятков публикаций получается, и их приходится потихонечку защищать и удалять. Теперь заполнение топа позитивно. Один из вариантов это покупка пресс-релизов на официальных сайтов СМИ. Хороший вариант есть размещения на партнерах Яндекса news.yandex.ru Знаете, такой, наверное, портал новостной. Внизу в футере есть ссылка «Партнеры Яндекса». Там находится база данных всех СМИ, которые участвуют на портале размещать свои новости. С ними можно списаться, выяснять, чем региональнее, тем дешевле размещение. Может там стоить тысячу рублей, например, размещение новостей пресс-релизов. Но это хорошие сайты, им доверяет Яндекс, он же их впустил в партнеры, поэтому есть большая вероятность того, что после того, когда вы разместите новость, она попадет в топ. Главное, договаривайтесь о том, что новость и публикация должна быть все оптимизирована, то есть заголовок начинается с вашего бренда и заголовки в тексте упоминаются ваши бренды. Да, совершенно верно. Сайты антиработы. Что можно сделать, если у вас есть негативы на сайте конструкторных списков работодателей? Ну, вот у нас один был такой вариант, был негатив про компанию, и там упоминался руководитель компании, который был жестким сервером, наказывал сотрудников, жестко увольнял, и при этом он не хотел видеть спасти от этого негатив. Что мы сделали? Мы сделали дополнительную карточку клон, которая описалась о той же самой компании, но совершенно с другой отрасли. Например, одна торгует пластиком, другая нефтенная компания, не важно. Просто другая компания с тем же самым названием. Заполняем ее публикациями, заполняем ее позитивом, стараемся получить статус официального представителя этой компании, раз ее создали, для того, чтобы модерировать и отвечать. После этого мы сняли вторую страничку стопа, покупая ссылочную на нашу карточку и сменяя вес, перенося вес на эту созданную нами новую карточку, делая ее релевантной в глазах поисковиков. Таким образом, протепенно страничка вылетала из стопа, а в стопе оставалась созданная нами искусственная положительная публикация. Ну и теперь самое главное. Самое главное про негатив, на самом деле, если пишут негативные публикации, это уметь не просто вытеснить публикации негативных стопа, а решать проблемы клиента. Дело в том, что иначе вы просто становитесь заложником работы над репутацией, вечно публикуя новые отзывы, вечно делая новую публикацию в интернете, размещая какие-то статьи, пресс-релизы. Лучше, если вы добиваетесь того, чтобы ваш клиент стал вашим лояльным клиентом. мы осуществляем работу с репутацией по одному из препаратов. И человек, который изначально был негативным настроем, считал, что этот препарат фальшивка, получил поддержку, мы ему рассказывали, ну, конкретно даже я переписывался с ней, спрашивал, как она понимает, выяснил, как она работает с этим. И в итоге удалось ее убедить, что надо просто терпеть, подождать до результата, она получила свой результат, стала лояльным пользователем, ответила положительно. Ну, и общие советы о работе с репутацией. Самый главный, наверное, такой совет, это никогда не спорьте в комментариях на дзвиках с тем, кто оставляет отзыв или негатив. Работайте так, что вы пишете не ему, а пишете всем тем, кто этот отзыв, ваш ответ будет читать в будущем. То есть не одному этому человеку, а там 10 тысяч других людей, которые потенциально еще прочитают эту публикацию. Одним из возможных вариантов стратегии переговоров может быть, что я не тот человек, который облажался, но компания в целом может помочь. Например, человеку пишут о том, что интернет-магазин не доставил торговыми, вы пишете в комментариях о том, что вы являетесь сотрудником этой компании, хотя не отвечаете за доставку, попробуйте решить вопрос, напишите в личку айдишних заказов, разберемся с ним. Главное, вычитать эти комментарии, это будет выглядеть достойно, потому что вы пошли навстречу, проявили какую-то лояльность. Другая стратегия, если реально была ошибка, то имеет смысл честно встать и признаться о том, что вы совершили ошибку. Это лучше, чем оправдываться, потому что оправдание потом, как снежная комната, берет большое количество поддержки в комментариях всем будет видно, что вы неправда. Редкий случай, но имеет смысл проводить реально в одном из миллионов случаев. Это иногда бывает так, что можно высмеять требования, но это сложно прям, не рекомендуем пользоваться, потому что человек потом может оскорбиться и вынести больше негатива. Но иногда бывает так, что задача выеденного яйца не стоит, и можно это показать. Репозиционирование. Что это такое? Работает в тех случаях, когда вы точно знаете о том, что собеседник, который ведет переписку с вами, это представитель конкурента, а не частный покупатель, который купил ваш товар и был недовольный. Поэтому нормально можно сказать, что аудитория написает «Здравствуйте, готов вам представить Сергей Иванович Петров менеджер по продажам нашего главного конкурента». И таким образом будет видно, что он просто пишет негатив. Ну и классический вариант, который хорошо работает, это согласиться «но». То есть мы опоздали с заставкой «дон», сделали все, что от нас возможно и когда-ли там подумают. То есть такая формировка «но», «но», «но» и вроде согласиться, но в то же время предоставить свою точку зрения. Поэтому используйте ее для того, чтобы работать. И хуже всего работает самый простой логичный ответ по сущности максимально формальным и бездушным, как многие банки в социальных сетях отвечают. Если вы отвечаете бездушно, то это не приводит к разрешению проблемы. Использовать это можно в самом крайнем случае. Спасибо вам. Я вам рассказал все, что я на сегодня приготовил. Мое время вышло. Я думаю, что у меня есть совсем немножко времени, чтобы ответить на ваши вопросы и передать время следующему докладчику. Я пока вопросы кто-то пишет. Они сейчас ответят, можно в чате написать. Если нет, более подробно после окончания нашего вебинара оба спикера ответят и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Ссылки нам сейчас в чат предоставят. Ссылки я не забыл. Отличная презентация. Алексей, спасибо. И мне интересно, слушая вас, было внутри себя наблюдать мое отношение к конкурентной борьбе и к репутации компании. Оно очень интересно было продемонстрировано в фильме «Может быть, видели превосходство», где главный герой говорил, что мы не будем бороться, и он это говорил перед лицом уже военной агрессии, мы не будем бороться, мы их превзойдем. И спасибо, Алексей, за юридические инструменты, за технический спектр, ту палитру, которую вы нам показали, это ценно. Большое спасибо. Так, ну я отвечу Сергею, несмотря на то, что фармажерка у него была так себе, вопрос Виктора, да, Виктор, если размечена информация на сайте конкурента, но это реально заверенное свидетельство копии сайта и иск в суд, и они заплатят за это. Метерализация негатива, переписка разрешения проблемы, общаться с человеком, понять, в чем проблема. Очень часто бывают ситуации, когда нужно только выслушать. Например, мы мониторили репутацию в салонах маникюра, где люди жаловались на мастеров или на время обслуживания или на плохое обслуживание. Чаще всего нужно было просто выслушать о проблеме и так далее и тому подобное. Правда, мы не только выслушали, мы реально работали, узнавали имя мастера, мастера по шее давали, могли тренеры решить и так далее и тому подобное. Но от людей есть обиды. Для того, чтобы разрешить обиду, надо выслушать, понять, сказать, что вам не наплевать на то, что с ним происходит. Иногда сочувствия достаточно, иногда нужно понять какое-то действие. Пытайтесь разобрать в конкретной ситуации по-разному. Алексей, это прекрасно, что не только юридически, но и психологически методы в вашем арсенале, в вашем богатом опыте. Спасибо. Ну, смотрите, сторонних пользователей привлекать проще всего технически, потому что довольные клиенты, как правило, довольны просто и не тратят дополнительного времени и сил для того, чтобы чего-то о вас написать. При этом на всех площадках все-таки не очень сложная модерация, чаще всего пытаются привлекать клиентов, как-то заигрывать с клиентами на индекс-маркетах, где очень жесткая модерация по отзывам. На внешних площадках можно привлекать просто обычные тексты. Психолога не надо, вы сами должны быть как бы за психолога просто выслушивать человека по человечеству. То есть, смотрите, вот важный момент для того, чтобы человек понял, что ему проблемой не наплевать, вот язык, с которым общаетесь, меньше формальной, не общаться шаблонными вещами как чиновник, не тратся обобщенными фразами «мы наша компания». А зачем вам определять заказный отзыв или реальный? Ну, то есть, если там вы знаете, что неправда, то какая разница, человек это написал от обиды, приворов, или негативный клиент написал, все равно это уже в интернете опубликовано, как бы вбито в интернет, с ним надо что-то делать, ответить на него. Если это ложь, то фунтур аргументирует, например. Если правда, извините. Алексей, спасибо. Более полные вопросы-ответы. Я отключаюсь. До свидания. Увидимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok